Всем привет! Сегодня у нас будет видео болталка небольшая о жизни, о моих взглядах, что вообще вокруг происходит. Иногда, периодически я снимаю подобные видео, не знаю, нравятся они вам или нет. Если нравятся, то пишите обязательно об этом в комментариях, таких видео будет появляться больше и гораздо чаще я их буду снимать. Но недавно я прочитала комментарий о том, что мне надоели уже твои разборы ситуации отношений мужских, женских и психологии. Расскажи лучше о том, как у тебя там вообще отношения к туркам, как у тебя что поменялось. Может, по сути, мне кажется, такой вопрос был, не может все быть так хорошо, что тебе там не нравится. Давай, в общем, о личном, может быть, о наболевшем. Давай мы с тобой посплетничаем. Я хочу немножко не прямо на этот вопрос ответить, а затронуть все-таки эту тему, побеседовать сейчас с вами об этом, о моем отношении, ощущении себя здесь в Турции. В общем, типа, ты здесь столько много лет живешь, расскажи, что у тебя там вообще происходит. Я вам честно скажу, что и мне девчонки об этом говорят в личном общении, и мне кажется, это и на видео видно, это замечается людьми, что я пришла к определенному балансу внутри себя. Да? И это мое психологическое состояние сейчас, оно уже длится, не знаю, я точно времени сказать не могу, но довольно-таки продолжительное время. Мне кажется, уже даже не один год. И меня все в моей жизни устраивает. И я всегда не перестаю говорить о том, что мы делаем общество вокруг себя, формируем круг общения. Ситуации, которые с тобой происходят, в основном зависят от тебя. И неважно, в какой ты стране находишься, ты все равно, если у тебя все в порядке внутри себя, вокруг ты видишь, например, позитив, или если какие-то невзгоды, проблемы, то ты на них не остро реагируешь, или они тебя не затрагивают. Это твое отношение ко всему, и неважно, в какой стране ты живешь. Да, если ты живешь очень, ну скажем так, в социально плохой стране, я не знаю, какие-нибудь там страны, ну условно, не хочу обидеть, если кто-то смотрит сейчас меня, например, из этой страны, но это на мое личное, да, усмотрение, там, не знаю, как страна Африки, бедные страны, где проблемы с экологией. В принципе, тяжелые условия жизни. Я всегда думаю, если бы я попала в такие условия, я бы их старалась поменять, и не под себя, я скорее бы уехала из этой страны, потому что мне это не устраивает. То есть я в любом случае беру ответственность, принимаю решение, я нахожусь там, где мне нравится или не нравится. Вот если брать сейчас Турцию по адаптацию, очень много людей, кому-то здесь что-то не нравится. Честно, я никогда не буду турчанкой, я здесь себя из такого, да, интересного, я здесь никогда не буду чувствовать, мое мнение, да, мне кажется, я никогда не буду чувствовать себя здесь своей. Я всегда остаюсь россиянкой, русской, и менталитет мой остается таким же. И я, понимаете, я себя здесь не ломаю, мне это не нужно. Я настроила свое общение с окружающим меня здесь миром в стране, так как комфортно мне. Позволяю, например, залазить в свои личные границы людей здесь настолько, насколько я это позволяю делать, насколько мне это приемлемо и приятно. Я знаю, что здесь я не буду своей никогда, я всегда здесь буду иностранкой. И меня это устраивает, я не претендую стать здесь местной. Я такая, какая есть со своей историей, самобытностью, с тем, что в меня вложили мои родители, моя семья, мое окружение и мое общество, в котором я росла. Да, если у меня так сложится жизнь, то я с удовольствием вернусь в Россию, я люблю свою страну. Я всегда говорю, так сложились обстоятельства, что я здесь живу. А то, что меня пытаются некоторые люди, которые недовольны жизнью в Турции или разочарованы, вывести на то, что ну давай скажи, что здесь все плохо. Да, здесь тоже есть свои минусы определенные, есть определенные плюсы. И как-то плюс на минус дает знак равно. Меня здесь ничего лично не напрягает. И опять же, это не мне повезло или я вытянула счастливый билет. Это мой личный труд, к которому я пришла. Работа над собой, над своим окружением, над тем, что в жизни моей происходит. Это моя заслуга. И вы можете точно так же. Больше мне как бы здесь добавить нечего. И, к сожалению, тоже люди, нет хорошей может быть жизни своей, своих каких-то личных проблем. Мои подписчики, которые остаются жить у себя на родине, откуда я родом, из России, ну многие страны СНГ, в принципе. Я вообще считаю, я нас из СНГ не отделяю. Для меня все равно мы все есть Советский Союз, для меня все родные, вот честно. Потому что наш металлит очень похож. И мне некоторые любят упрекать, что вот ты уехала, и ты не имеешь права открывать рот, здесь больше не живешь. Судить что-то, критиковать, и вообще ты должна заткнуться. И получается так, что, да, я себя здесь не ощущаю своей, это не моя страна. Ну и о родине я, то есть, вообще не могу рот открывать, переживать о этой стране. Я считаю, это неправильно. И потому что это моя страна. И, во-первых, я плачу налоги там, я знаю, хочу знать, как тратятся налоги мои, которые я плачу, да, в своей стране. Я хочу знать, как живут люди. Мне это не безразлично. Вот моя душа, тепло, это моя родина, я не переживаю. Поэтому я считаю, что я вправе обсуждать, интересоваться, как минимум, жизнью людей, которые сейчас в моей стране находятся. Просто на данный момент территориально я нахожусь вот здесь. Я не знаю, как повернется жизнь, что дальше будет. Я никогда не против вернуться к себе на родину. Ну, поэтому я люблю свою родину, людей, которые там. И я не могу себя отнести, что, да, отвечая на такой вопрос, ну, как там в Турции, как тебе там хорошо или плохо, мне нормально. Так же нормально, как мне было бы у себя на родине. Это зависит от человека, от его внутреннего душевного состояния, а не от страны, в которой ты проживаешь или в условиях. Ну, я раньше говорила, что крайне каких-то там условий, таких бытовых, ужасных и так далее. То, опять же, это в ваших руках, вы можете это поменять, что рядом с вами находится. Так бы я ответила на такой вопрос. Видео адаптации, как вы видите, уже нет давно, потому что я считаю, что мне эта адаптация прошла. У меня больше темы сейчас такие какие-то социально-бытовые, семейные, да, там, ребенок и его контакты с системой образования и так далее. Это мне больше сейчас интересно, волнует. И как таковой адаптации себя здесь, как личности, как иностранки, этот этап уже пройден. И, по сути, мне об этом уже нечего сказать. Я в моем ощущении здесь уже давно, ничего не меняется, не происходит. Я ко всему, скажем так, привыкла. Если вот в таких блатологических видео, да, я разговариваю, рассказываю о том, что мне нравится, что меня взбодоражило, я честно скажу, что я очень многом, да, думаю, но я не всем здесь делюсь. Потому что не все это понимают. Я считаю, что это не канал, который, да, там, это какой-то подкаст должен быть, аудиоформат, где я там сижу, болтаю, там, или какие-то стримы на эту тему вести с вами как-то встречаться. Это не формат видео. И не всем интересно, в принципе, да, мое мнение о чем-то. И мое мнение, в принципе, должно при мне оставаться, раз у меня его не спрашивают, я приверженность с тобой. Тебя не спросили, по сути, не комментируешь. Но недавно одна ситуация меня не обошла стороной, я реально эмоционально очень среагировала на это, я была очень разочарована, я была удивлена, и, с другой стороны, я была зла. У меня была агрессия и разочарование, и агрессия, и какое-то ощущение какой-то утопии. Хотя, по сути, ничего страшного не произошло, произошло хорошее событие, Манижа будет представлять Россию на Евровидении. Честно, я к этому конкурсу никак не отношусь. Мне на него сердечно наплевать. Для большинства людей в нашей стране на этот конкурс тоже наплевать. И я прекрасно понимаю, что это социальный и политический конкурс. И музыка здесь, как искусство, она играет, мне кажется, вообще самую последнюю роль. Это самая последняя позиция, это не так важно. Но, тем не менее, если мы принимаем условия того, что существует такой конкурс, скажем так, и в нем, допустим, надо участвовать, надо выбирать из зол меньшее, правильно? Ну, моя логика на этот счет. И вот девушка Манижа, я к ней лично никак не отношусь, но я восхищаюсь. Я, честно, когда узнала эту новость, у меня такая гордость была и ощущение, ну, честно, это далеко не самый худший претендент из вообще шоу-бизнеса, который у нас есть, который показывают в телевизоре, да? Не забываем, что это ТВ-шоу и рассчитано на людей в телевизоре, не в интернете или не того, что поколение сейчас смотрит в интернете и на Ютьюбе, или в Айтюнсах слушает. Немножко другой формат, об этом не забываем, да? И кто сейчас у экранов голубых остается, какое потребление, да, идет информации в основном. Так что из того, что представлено на телевидении, выбирают смс-ками с телевизором, мы об этом-то не забываем, да, представление, герой, участник идет на телевизоре, на федеральном канале, на всю страну. И то, что представлено не в этот день, а вообще из шоу-бизнеса, это очень хороший, достойный представитель, на мой взгляд. Это девушка с сильной позицией, социальной позицией, и она говорит о очень важных вещах, о больных темах нашего общества, в котором мы с вами живем. Но что меня удивило, это реакция людей на хейт, который на нее обрушился, начиная с антисемитства, национализма, что она по происхождению из Таджикистана, что Таджичка-уборщица будет представлять женщину России на международном вокальном конкурсе. И когда я видела такие комментарии, мне было стыдно за людей, которые это пишут. Меня удивило количество злости, агрессии с пустого места, когда тут же эти люди говорят, что конкурс, да, он политический, никому нафиг не нужный и не важный. Но почему тогда вас так волнует личность этого человека, который представляет на неважном, ненужном конкурсе вас, вашу страну? А я считаю, что именно песни, которые она исполняла, затронут очень важные темы, черт выбери, от которых вы страдаете. Я просто это же самое, простите, дерьмо, разгребаю в своих видео раз за разом. То же самое. Виду работу над тем же самым. И мне есть благодарность зрителям, вам большое спасибо, кто меняет свою жизнь или на кого-то влияют мои видео в позитивном ключе. Сейчас девушка просто открыла рот и об этом поет песня. Здесь ничего такого нет. И это просто песня. Зачем это все вкуп возводить и так оскорблять человека? А она далеко не худший представитель своей позиции, представитель, я имею в виду, нашей страны и шоу-бизнеса. Какая разница в какой национальности она, откуда она родом? Она сейчас, у нее российский паспорт, она россиянка. Как вы можете вообще так хайить человека ни за что, который лично вам ничего не сделал, не опозорил даже вас? А наоборот, несет большие идеи. Почему люди так среагировали? Ну, честно, мне больше напоминает какое-то засилие ботов, честно говоря. Ну, не может. Я вот вообще это читала, видела, вот эту бучу поднималась, которая в интернете. У меня было, неужели люди так реально считают? Это их мысли. Такое писать. Они настолько ограниченные и глупые. Как показывает практика, скорее всего, да. Кто это писал, так реагировал. История, вы как там, выделенного лица не стоит вообще ни о чем. Ну, сходит, съездит она туда, споет и забыли все на следующий день. Все. Зачем этому придавать такую огласку? Ну, конечно же, важны какие-то резонансные моменты, чтобы отвлекать внимание людей от проблем в стране, на которые они могут переключаться. Плюс это еще показывается на федеральном канале. Это в телевизоре смотрят. Потребление, о чем я раньше сказала. Но отношение к этой девушке незаслуженное, на мой взгляд. И мне обидно, если кто там искренне это писал, такой негатив, такое отношение. Там поднимаются темы домашнего насилия, женственности, феминизма. И она молодец, что об этом надо говорить. Пока мы об этом молчим, мы будем этим болеть. И мне, честно, если кто-то искренне это писал и воспринял в штыки так на ее, посыл этот, по сути, безобидный отреагировал, мне этих людей жалко, по сути. И с другой стороны, они заслуживают жить в таком обществе больном, когда бить это нормально, нападут на тебя, ограбят, убьют, тогда, парень, примут твое заявление в полицию. Понимаете, о чем я говорю? Вы от этого страдаете, но при этом так реагируете, когда человек поднимает темы эти просто в песни, в творчестве, в искусстве. Об этом надо говорить. Если будете молчать, это так и будет продолжаться. С этим надо воевать. Это надо прекращать. Позвольте человеку об этом просто хотя бы рассказывать. И тогда у некоторых людей изменится отношение к этой проблеме. Вот я к чему. И отношение к самой манилине, такая реакция людей, я считаю, абсолютно незаслуженная. Ничего здесь страшного не произошло. В конце концов, это же просто никому не нужный политический конкурс, как его трактуют очень многие, когда не занимают никаких мест на этом конкурсе, когда обида есть. Только давайте сфокусируемся, что мы ничего от этого конкурса не ожидаем. Это ерунда. Это пшик, который послезавтра забудут, когда он уже пройдет этот конкурс. Все. Зачем тогда так реагировать агрессивно, больно, унижать человека? Когда я восприняла эту информацию и слушала песню, честно, я подумала, неплохой вариант, очень достойный, и мне не стыдно за такого представителя. Так что я вообще не буду даже, скажем, вспоминать, какие были представители от России в последние вообще годы, какие места занимались. Промолчим про это. Вот это стыдно было. А то, что сейчас нет, не стыдно. И, честно скажу, про Little Big, да, я тоже считаю, что это достойный кандидат. В прошлом году песни их тоже. Ну, они такие на грани трешака, но в Европе они очень популярны, и не забываем об этом. Их популярность к нам пришла из Европы. Они за границей стали более популярны, а потом к нам эта популярность пришла, и здесь, в России их больше полюбили. И как в плане популярного исполнителя, на мой взгляд, да, они тоже были хорошим конкурентом, у них хорошие песни и так далее, но они сами отказались, возможно, побоявшись, скажем так, не переплюнуть свой кандидатский успех в прошлом году, свою песню. Ну, посмотрим. В общем, я тоже не против их. Я была бы рада, если бы они представляют, тоже достойные кандидаты. Что вы думаете вообще по всем этим поводам? И я больше здесь хочу сделать акцент не на девушке и на песне, а на реакции людей. Вот честно, меня это очень сильно расстроило. Я была просто шокирована, честно. Позвало бы пустое такое место, пшик какой-то, реакция людей очень довольно-таки непредсказуемая была. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии, на какие вы темы снятие видео. Мои следующие оставляю всегда почту под видео, на которое вы можете мне написать свои личные истории для разбора на канале или записаться на психологическую консультацию. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok